Вот как произошло падение человека. Оно началось с этой мысли о том, что им чего-то не хватает. Вдумайтесь, это безгрешный Эдем. Это изобилие благословения и власти, которые были на Адаме и с Евой. Но при этом дьявол предлагает мысль. Вам чего-то не хватает для полного счастья. Чтобы вы были по-настоящему счастливы, вам чего-то не хватает. И он обращает внимание людей на то, о чем Бог их предупреждал и сказал, не касайся этого, если ты хочешь жить. Они не послушались. Они послушались дьявола и в результате упали. Как много людей сегодня подвергаются именно этой атаке, именно этому соблазну. Как много дьявол задает сегодня этот вопрос. Или, точнее, наталкивает на мысль, что тебе сегодня чего-то не хватает. Тебе не хватает, чтобы ты был или была по-настоящему счастливой. И поэтому и он обращает наше внимание на какую-то вещь. В результате они игнорируют предложение Бога, предупреждение Бога. И делают то, чего Бог им не разрешал делать. В результате их взгляд полностью меняется. Их взгляд меняется. И вместо того, чтобы делать то, к чему Бог их призвал, они начинают заниматься совершенно не тем, о чем им Бог говорил. Вдруг они открывают ателье по пошиву одежды из смоковных листьев. Потрясающе! Богу бы и в голову, наверное, не пришла такая мысль озадачить им таким производством их. Но как-то вот у них это сработало. Они уже не занимаются защитой своего сада. Они уже не думают о том, как возделывать сад. Как можно возделывать сад? Мы голые. Когда дьявол открывает тебе то, чего тебе не надо пока знать, твой взгляд меняется в ненужную сторону. Поэтому не всякого знания нам нужно хотеть. Не всякого знания нам надо желать. Не надо быть любопытным, потому что через любопытство иногда дьявол приходит и обманывает нас. Нам надо оставаться в пределах того знания, которое Бог нам открывает, и постараться использовать его 100% максимально и по назначению.